Как представляли мир, космос, вселенную наши предки? Были ли в те далекие времена вразумительное объяснение происхождения вселенной, звезд и планет? Или все заканчивалось на летающих пирамидах и рептилоидах, скрывающие некие тайные знания? Попробуем разобраться. Мы почти все слышали о трех китах и черепахи, которые странствуют по Великому океану. О доисторических народах Сибири, в глазах которых вселенная выглядела как олениха на звездном пастбище. Тело ее земная твердь, шерсть растительной земли, а все живое лишь блохи разных размеров. Большие, маленькие и средние, можно выбрать любую оболочку. О славянах, у которых модель мироздания состояла из трех уровней, верхнего, среднего и исподнего. В исподнее уходило солнце вечером и души предков после смерти. Средний был окружен бескрайним морем, в которое нельзя переплыть, а верхний состоял из девяти хрустальных сфер. Греки полагали, что основа мира – хаос и время. Верховный бог создал мир людей, богов и атлантов. Атланты – великаны-полубоги. Стояли на земле и держали для людей небо. Спасибо им. По представлениям Майя, Вселенная представлялась в виде расположенных друг над другом миров. Земля была плоской и имела четырехугольную форму. Каждый из углов Земли был направлен на одну из сторон, а сторона света имела свой цвет. По четырем углам мира росли четыре мировых древа. Китайцы представляли мир в виде расколотого яйца. Нижняя скорлупа – океан и земля, тонкой плитой, плавающая вода. Верхняя часть купола возвышалась в виде неба. Будь это правдой, то судя по месту положению, мы располагались бы ближе к желтку. В Индии верили и в слонов на черепахи, и небесный купол, и опять же космическое яйцо, которое разделялось на две части. Одна его половинка стала сушей, другая – небо, а между ними возник воздух, земля, деревья и человечки. Но, пожалуй, достаточно яиц на сегодня. Ясно одно – похоже, что все перечисленное свидетельствует о том, что у людей в древности была отличная фантазия. Вероятно, еще и подозрительный бутылек, состав которого входила лапка совы, глаз девса и тертый единорог. Именно так и появились истории и мифы. Но дело в том, что, несмотря на обилие выдумок, были люди, племена и даже целые народы, которые имели абсолютно иные по тем временам представления о Вселенной. Взять, к примеру, империю инков, существовавших в XI веке. Конечно, и у них было немало странностей, но для нас примечательна их система календарей, которая состояла из солнечного и лунного астрономического. Эти календари были невероятно точны и являлись отличным ориентиром для местных жителей. Также инки, как и ацтеки, в свое время обращали особое внимание на планету Венеру. Они называли ее «звездой, которая курит». Как вы думаете, почему? Интересно и то, что на территории их заброшенных построек обнаружены туннели, на стенах которых высеченные или запрессованы в полу изображения. На одном из них есть человек, парящий над землей. У другой, на полной фигурке, человек стоит на шаре и держит в руках луну и солнце. При условии, если эти изображения были правильно поняты, то инки, получается, знали о сферической форме Земли. Возникает вопрос, откуда известно древнему народу такие сведения. Далее шумер – древний народ, проживавший в Месопотамии. Начиная с 4-го тысячелетия до нашей эры, их знания позволяли вычислять периоды вращения звезд и планет. Они пользовались гелиоцентрической моделью Вселенной, очень напоминающей современную. Всю небесную сферу они делили на видимую часть, которую они называли лицо неба, и сердце неба – часть, которая была скрыта от них. Шумерские астрономы разделяли восходящие и заходящие звезды и наблюдали за их движением относительно линии, где небесный купол смыкается с Землей, горизонтом. Самая высокая точка небесного купола находилась в центре. Ее мы сейчас называем «Зенит». Шумеры четко различали периоды зимнего и летнего равноденствия и периоды солнцестояния. Столь широкие познания в области астрономии и позволили шумерам создать первый в истории человечества лунно-солнечный календарь. Найденные тексты и рисунки подтверждают, что шумеры четко выделяли 12 созвездий вдоль пути, который совершает Солнце в течение года. Многие историки уверены в том, что еще тогда шумеры знали о существовании всех девяти планет Солнечной системы. И еще одной десятой, о реальности которой ученые спорят до сих пор. Также существуют тексты, где говорится о планетах следующее. Цитирую. Вместе шесть богов, у которых одинаковое положение на небе и который касается звезд небесных и изменяет свои положения. Проходит относительно звезд тот же путь, что и луна проходит. Итак, здесь перечисляется шесть богов. Некоторые убеждены, что речь идет о Солнце, Юпитере, Венере, Марсе, Меркурии и Сатурне. Считается, что это первое известное нам в истории астрономически строгое определение зотиакального пояса. Но с этим заявлением согласятся далеко не все. И многие полагают, что говорится не о планетах, а о созвездии. А большой объект это вовсе не Солнце, а обычная звезда. Поскольку у шумеров Солнце выглядело иначе, вот таким образом. Если это так, то возникает вопрос, что это за маленькие точки вокруг центральной звезды? Может быть тоже звезды? Так ли это на самом деле неизвестно. Напишите, что думаете об этом, а мы рассмотрим следующий пример. Пример древнего африканского народа. Дагоны появились в землях Западной Африки примерно в 10 веке. Эти незнающие письменности земледельцы – древний народ по уровню, ничем не выделяющийся среди соседних племен. Они также ходят почти обнаженные и едят хихикующих гиен. Однако историков заинтересовало необычное содержание их преданий, устно передающихся из поколения в поколение на протяжении многих веков. И вот однажды, в 1930-е годы, два французских антрополога Марсель и Жармен посетили территорию Дагонов с целью описать мифологию племени, а позднее, в 1950 году, опубликовали свои работы. В материале объяснялось, что в преданиях Дагонов имеются не только такие понятия как звезды, но и планеты, и даже спутники планет. Из планет Солнечной системы Дагоны выделяют те, которые видны невооруженным глазом – Венеру, Марс, Сатурн и Юпитер. Оказывается, им известно, что у Венеры есть спутник. Современная наука пока этого не знает. Свои рассказы Дагоны иллюстрировали символами и схемами, подчас довольно сложными, но всегда очень наглядными. Юпитер они изображали в виде большой окружности, на которой располагают четыре маленьких кружочка – спутники планеты. Мы их знаем как Европа, Ио, Калиста и Ганимед. Разумеется, у Дагонов свои названия небесных тел. Но больше всего впечатляет знания Дагонов, которые, вероятно, свидетельствуют о происхождении и устройстве Вселенной. Эти сведения, как полагают некоторые, говорят в пользу теории Большого Взрыва. Так ли это на самом деле? Давайте прочтем, как описали образование Вселенной в древних преданиях Дагонов. Цитирую. «В начале всех вещей был Ама, который пребывал ни на чем. Ама был шаром, яйцом, и яйцо это было замкнуто. Кроме него не существовало ничего. Мир внутри Амы был еще без времени и без пространства. Время и пространство слились в нем во единое целое. Но наступил момент, когда Ама, открыл глаза. При этом его мысль вышла из спирали, которая, кружась в его чреве, обозначила будущее разрастания миров». Интересно, не правда ли? Примечательно, что эта формулировка очень близка к той, которую дал Эйнштейн в своей теории относительности. Однако после публикации этих сведений, чуть позднее с племенем встретились уже другие этнографы, которые не обнаружили никаких следов якобы тайных знаний. Поэтому они уличили первую экспедицию во лжи. Другие же полагают, что догоны посчитали их недостойными этих знаний. Поэтому те ушли ни с чем. Теперь сложно сказать, на чьей стороне правда. Конечно, всегда можно отправиться в Африку и стать частью племени, прыгать через костер в шкуре кабана и пить различные забористые напитки. Но представьте, что, если это не выдумка? И что догоны действительно каким-то образом знали факты о вселенной? Как бы вы это объяснили? А пока вы собираетесь с мыслями, напомню, что сегодняшнюю тему выбрали участники Патреона. Там же вы найдете музыку из роликов и некоторые новые выпуски. Кстати, осталось всего несколько дней до окончания розыгрыша отличной космической игры в честь Дня космонавтики. Подробности в нашей группе. Обязательно поделитесь исследованиями о древних народах, их взглядами о Вселенной. Это всегда интересно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok